Всем привет, с вами Игорь. И сегодня у нас работает солнце. Солнечко то что надо. Вылазил сегодня и панельки немного, почистил. Оно в принципе тает, но и так тает. Но чтобы быстрее потаяло, то почистил. И заметил сколько грязи. Я даже отсюда вижу сколько на них пыли. Сейчас я вам увеличу. Мне кажется вы тоже увидите. Видите на вот этой вот такие разводы и на вот этой тоже разводы такие пыльные. На этих что ближе к трубе, то лежал снежок. Я его счищал и эту пыль счистил. Вот видите насколько вот эти вот две чище. И вот это вот следующее насколько она пыльная. Это просто поразительно сколько там пыли. Я их собирался помыть на зиму, но так и не помыл. Понадеялся что дождь, там были такие дожди хорошие, но что-то они ничего и не смыли. Но если кстати снег с них спихивать, мокрый снег, то он эту пыль тоже вроде как счищает, тоже забирает с собой. Такой грязный снег получается сбрасывается. Ну короче очень грязные панели. Надо было их перед зимой помыть. Я их мою опрыскиватель беру и швабру такую с поролоном. Намочил, натёр, натёр, потом опрыскивателем смыл. Ну чтобы меньше воды туда таскать. Мне на все панели хватало ведра воды помыть. Только воду надо желательно дождевую. Уже коты орут. Наверное весну уже чувствует. Так, что я ещё? А, бутылочки я перекручиваю. Бутылочки, да, перекручиваю. Потом заменил я вот эту вот секцию. У меня здесь посередине была секция полторашек бутылок. Вот, я её выкинул и все теперь у меня будут все двухлитровки. Вот, бутылочки. Ну, однотипные. Потому что полторашки, они чуть-чуть ниже. Так, не намного. Ну, на каких-то там сантиметра два. Но всё-таки ниже. И это не есть хорошо. Вот, теперь у меня будут все. Встаю я утречком, когда ещё мороз. Вот, и перекручиваю их. То есть, откручиваю. Они такие сдутые. Ну, вот, чтобы показать, вот эти вот полторашки я не перекручивал. Вот. Видите, на морозе, что получается с бутылкой. Я её закручивал, когда она была, ну, там, по-моему, плюс 10 было, я их закручивал. Вот. Она была нормально надутая. Ну, целенькая такая, кругленькая. Вот, видите, сейчас мороз на улице небольшой. Градуса 2, 3, 4. И вот такое вот, что с ней сталось. Видите? Она встянулась. Вот. Но если её сейчас открутить, напустить туда холодного воздуха, опять, чтобы она стала круглой, и закрутить, то она будет весной, как мячик вообще. Упругая такая, твёрденькая. Вот. Чем я вот это вот и занимаюсь по утрам. Ну, так, подстораживаю морозец. Утром, чтобы был, ну, градусов хотя бы 8-10. И выхожу утром. И там немного перекрутил. Там, ну, уже вот эту вот я половину плота, в принципе, перекрутил. Так, что ещё? А, сейчас мы... О, коты, вот они. На крыше сидят. Сидят и орут. Один на одного, сейчас я вам покажу. Один на заборе сидит, один на крыше. И кричат. Что-то непонятно, что. Так, панельки на крыше я вам показал. Сейчас пойдём коллектор посмотрим. А, вот мы добрались до моего коллектора солнечного. Я не знаю, наверное, слышно, как вентилятор шумит, да? По-моему, слышно на камеру. Работает сейчас коллектор. Что-то около 37 градусов там показывает. Ну, мы ещё потом посмотрим, сколько он там показывает. Ну, сейчас солнце такое, видите, небо не очень чистое такое. Есть там, где солнце, такая дымка вроде небольшая. Вот, поэтому сейчас он на максимум не выходит. Ну, и плюс вентилятор там такой зверский, продув. Ну, я такой, в принципе, и хотел продув, чтобы был. Чтобы КПД было побольше. Вот. Короче, я доволен своим коллектором. Когда есть солнце, это что-то. Это просто что-то. Но я ему ещё весной сделаю ревизию. Мы его раскрутим. Он у меня разборной. Кстати, если надумаете делать, то только разборной. Посмотрим, что там внутри. Ну, я думаю, с железом там ничего нету. Краска я тоже думаю, что не отклеилась. Краска хорошая. Вот меня ДВП-шка смущает. Что там с ДВП-шкой? За металлом. За металлом. Мы и металл снимем. Ну, хотя бы одну секцию разберём. В принципе, что будет с одной, то и со всеми остальными, я так думаю. Так, так что коллектор сейчас работает. Панельки тоже сейчас выдают. Что-то около трёх киловатт. Пойдём ещё посмотрим трекер. О, ну вот трекер у меня как раз классно ему сейчас. Он сейчас в оптимальном режиме работает. Как раз вот солнце на него светит. Вот, видите. Он весь освещается. Ничего на тень не тянет. Вот тень, видите, да? Где снизу тень опускается. Ну, конечно, сейчас будет солнце садиться, то тень начнёт подниматься. Вот. И уже так под заход солнца она аж поднимется до самых панелей. Ну, там это уже не критично, потому что там уже выработка вечером. Вообще какие-то ваты. Так что это уже не страшно. Тоже хотел сказать, если надумаете делать трекер, какой-нибудь там опору для панелек, то обязательно дождитесь с начала зимы и посмотрите, как падает тень. Чтобы у вас вот эта вот тень не доходила от ближайших заборов, там, я не знаю, каких-то деревьев, соседских домов. Вот. Это очень важно. Потому что вижу, что многие альтернативщики вот на вот эти вот грабли наступают. Вот. Что ставят трекера, опоры, а потом они зимой вот так вот тянят. То лучше, я считаю, так дождаться зимы. Ну, я так сделал. Я первую зиму посмотрел. Вот когда вот самое низкое солнце, да, декабрь. Декабрь месяц, да. Где у меня доходит вот от забора тень. И вот так вот поставил трекер, что она как раз почти и не доходит. Вот. То есть, весь он освещен. И правда, вот тот он столб немного с утра тенет мне. Мешает. Ну, это уже такое. Ну, летом нет, а вот зимой столбик немного с утра мешает, да. Ну, незначительно там он с краю панель немного затеняет, а потом уже там ближе к 12 уже эта тень входит. Ну, сейчас вообще. Кстати, тут тоже я их мыл, вот эти панели, но вижу тоже здесь есть пыль. Вот, видите, вот особенно здесь вот пыль, пылячка вот такая вот, разводики такие. Вот особенно, видите, сколько их здесь. Вот тоже. Много пыли довольно-таки. Она что, и не стирается еще как-то? Я ее только разъялозиваю. Надо какой-то влажной тряпкой. И она что-то, видите, так собирается под эту сторону. Вот здесь вот на панели вроде нет, а вот под эту сторону на каждой панели вот тоже тут чисто, а тут под эту, наверное, ветер когда был, и дождь, оно сюда это как-то все сдувало, эту грязь. И вот здесь вот она собиралась. Да, как-то на вот эту сторону все. Но все равно на этих панелях пыли меньше, чем на тех, что на крыше. Ну, я их и мыл, может, и уклон еще тоже играет роль. Все-таки, если дождь, то оно лучше смывает, я думаю, с уклоном. Кстати, панельки сейчас вот так вот, если руку положить, ну, не то, что тепленькие, но... Ну, так, руку не холодят. Ну, и погреться тоже негде. Не нагреешься. Руку не нагреешь, ну, и не холодно так себе. Не знаю, градусов до 20, наверное, и нет. Может, и есть 20. Не, наверное, нет 20. Вот, ну, вот такая вот моя альтернатива. Сделал вам экскурсию сегодня по моей альтернативе. Сегодня солнечный день, поэтому солнце рулит. Тепловой насос включу. Аж, наверное, на ночь там буду ложиться спать уже и включу. Ну, потому что хватает температуры в доме. От этого массива, ну, от этих панелей, техно, крыша и коллектор. Вполне хватает такой солнечный день для отопления моего дома. Ну, пока оно есть. Это солнце, конечно. Ну, а потом вечером, я же говорю, включу. Тоже экономия, как бы, электроэнергии. И то неплохо. О, ветрячок мой стоит, ждет, когда я его доделаю. О, он аж в краю огорода, я его поставил специально, чтобы он мне под домом не шумел, там не мантелялся. Если что-то будет падать, с него пускай там падает. Там никого нет, ничего там нет. Там дальше поле. Будем уже весной доделывать. Переделаю крылышки с оцинковки. Все там. Там, в принципе, крылышки только. А, крылышки и этот вот центр. Головку надо будет переделать немножко. А так-то, в принципе, напрямик зараблю. Редуктор выкину. Этот мультипликатор. Это такой гемор, я вам скажу. Не годится. Вот. Ну, вот такая вот моя альтернатива сегодня. Ну, ветрячок, в принципе, работал бы. В принципе, он бы работал. Ветра сейчас такие, что аж даже капец-капец какие ветра есть. Аж страшно. Кстати, когда вот этот был ветер такой сильный, я даже радовался, что застраховался. Да, дом застраховал. Кстати, у кого тоже такие ветра, бури прямо сильные вот были. Пишите тоже в комментариях там. О, что прямо аж ночью проснулся и страшно стало. Такая аж прям крыша так аж, значит, вроде сейчас улетит. Ну, это кажется, конечно, так. Но все равно как бы стрёмненько. О, то кто не застраховался, страхуйтесь. Это хорошая штука. Я в приватбанке застраховался. 20 гривен у меня с карточки снимает каждый месяц. Но выплата, если что, будет 50 тысяч гривен. Хотя хочу перестраховаться на 50 гривен. Переделаться. Мне уже там склоняли. К этому с приватбанка звонили. Не хотите вы там на 50 гривен перейти страховку, типа, сделать. Тогда будет максимальная выплата 120 тысяч. Если 50 гривен. Ну, это тоже, я считаю, не деньги. 50 гривен в месяц. Это меньше, чем за мобилку даже я плачу. Тарифный план у меня. Меньше даже, чем за мобилку. Но зато я знаю, что если что, то мне что-то выплатят. Там, хотя бы шифер купить. Какие-то лес на крышу. Тем более, что я знаю, что выплачивают. Это не то, что там фантастика. О, что это ерунда. Выплачивают. Я знаю людей, которым выплатили страховки. Приватбанк там по одного там летняя кухня сгорела. Выплатили. Даже Талясику нашему. А вот что, с которым я на плоту. Ну, вы знаете, Талясика. Тоже он там ногу был поранил. Но был застрахованный в Приватбанке. Ему выплатили. Да, да. Тоже там. Ну, потом он еще расскажет. Может, в комментариях что-то напишет. Может, наконец-то уже зарегистрируется в Ютубе. Я, Талясик, если ты меня слышишь сейчас, а ты меня слышишь, зарегистрируйся в Ютубе. Уже все ждут, что ты там что-то напишешь в комментариях. Вот. Сколько можно, Толя? Мы все ждем. Вот. Так что, как-то так. Страхуйтесь. Я думаю, это хорошо и недорого. И спокойнее. Ну, просто мы еще не привыкли к этому всему. Вот, чтобы страховаться. Как-то там на Западе все застрахованные люди. Они, как бы, спокойные. Там, что не случилось, им все равно за это заплатят. А у нас это, как бы, не распространено. Там, то не выплатят. Люди сомневаются. Ну, я застраховался. Думаю, что-то-то и выплатят. Все равно. Если добиваться. А так, если не застраховаться, то вообще ничего не было. Тем более, сейчас такие вот эти вот ветры, я не знаю. Мне кажется, это очень даже... Ну, там и от ветра, и от пожара, от всяких стихийных бедствий. Даже от противоправных дей третьих осип. Ну, что я так понял. От грабежа. Ну, короче, все, что так может случиться, в принципе, все там застрахованное. Так что, вот это вот, да, эти бури, ветер такой страшный. И меня это натолкнуло на такую мысль сказать вам это. Так, сейчас пойдем еще посмотрим, что там коллектор будет делать. Так, вот я уже в доме. Ага, видите, объектив запотел с мороза, с холода. В доме тепло. Сколько тут? О, уже 42. 42,3, кажется. Даже не может сфокусироваться. Запотел с мороза, видите, в дом. О, 40, о. 42 градуса, короче. Вот, 42. Кстати, только что было 43. Наверное, эта вот дымка такая, она то появляется, то не появляется. И вентилятор сразу охлаждает его коллектор, выдувает тепло. Вот, ну вот такое вот видео сегодня получилось у меня. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Все. Как у вас там солнце работает. Все такое, делитесь опытом. Все, всем пока. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok